Доброе утро, мои дорогие друзья! Это день 3. Сейчас можете наблюдать, как оживляется выставка. Хотя полчаса назад здесь было тихо и спокойно. Во-первых, хочу поблагодарить вас за такое количество поздравлений. Я еще в жизни столько просто не получала. Во-вторых, хочу сказать, не стесняйтесь. Начитала с ваших комментариев, где там, я тебя видел, Катя, но не подошел, что-то еще. Подходите, фоткайтесь, и все будет классно. Теперь давайте по программе сегодняшнего видео и по конкурсу. Я продолжаю ходить по вашим заявкам. Я себе выписала там на листик. Сегодня будет Гранд Карп, Акрополис, другие фирмы. Больше такое фидерно-карповое направление. Опять же, по вашим просьбам. И сегодня я приду на стенд Лаки Джона, Сальма, там, где Дмитрий Корзенков. И там, где сейчас находится просто легенда мира рыбалки Норман Гробовский. Далее, конкурс, конкурс, конкурс. Вчера я насыграла много-много подарков, и сегодня я продолжу этим заниматься. Я и сегодня, и завтра наберу целую-целую огромную кучу, и потом мы их разыграем. Я читала ваши комментарии. Преимущественно все за то, чтобы разыграть подарки здесь, на Ютубе, среди комментариев к видео. Поэтому, когда я дособеру все подарки и добавлю еще от себя, завтра я анонсирую, как именно пройдет этот конкурс. Юные рыбаки, которые любят ловить карпов, как тебя зовут? Семен. Глеб? Да. Молодец, я Катя. Давай. Лови рыбу дальше. Вы правильно делаете, что увлекаете такими вещами своего ребенка. Я пришла на стенд Grand Carp, где очень похожа для меня ситуация. Здесь есть папа, жена и дочь, все рыбаки. Прямо как мой папа когда-то сделал. Династия. Меня зовут Катя. Юрий. Вас зовут Юрий, я знаю. И я знаю, что у вас есть супер-фишка, которой презентации еще не было. Так ведь? Да, это продукт, о котором мир узнал неделю назад. Ага. Мы с тобой дорогим работали. Самая большая проблема была физика микса. О, что это у вас такое? Прошлый год мы уже его тестировали. А что это? Что это вообще? Называется у нас он с Алюбом Амино-Папа. Амино-Папа. Растворимый Амино-Папа. У нас все Папа-Амино, потому что называем их так, из-за того, что мы добавляем в миксы свободное аминокислоты. В определенных метратах, в определенных соотношениях. При падении в воду он выделяет флюоресентную воду. Ну, немножко не так. А ну-ка расскажите. В принципе, технологию нам позволяет делать растворение от 15 минут до 5 часов. Это вот Папа-Амино, если берем размер 10 миллиметров. Сейчас мы сделаем продажу у Папа-Амино, которые расправляются примерно в духовном распорении 2-3 часа. Но, называю, это презентационное время. То есть, когда вы выставляете Папа на крючок в чистом виде Папа или вы нажали, то где-то около часа он держит стабильно эту презентацию. Интересно. В принципе, вполне достаточно для ловли на флотидер. Да, и активная ловля в темповой карпичинге. Папа он заточен на крупную рыбу, конечно, но хотя она тоже будет плевать. Но активная, быстрая ловля некрупного карпа в темповом режиме. Ага, ага. Это его предназначение. Скажите, а насколько быстро, если я пустить его в воду, он начнет растворяться? Выпускание в воду начинает работать практически через минуту от силы. А может опустим сейчас? Думаю, что людям будет интересно. Нет, нет, нет проблем. Давайте, вот-вот, новенький. Так. Ну, и вот мы смотрим сильнее. В воде довольно холодно, сейчас где-то градусов 15-14. Чем теплее выдача, быстрее начинает работать. Ну, и вот сейчас посмотрим. Пока мы еще с вами пообщаемся, как раз опустим и увидим, что здесь происходит. Вы знаете, я вас уже предупредила, что я буду вас трусить на подарки. И я считаю, что такая фишка именно то, что нужно моим подписчикам. И такой вопрос. А сколько стоит такой поп-ап? Значит, розничная цена. Маленькие фасулки. Здесь 15 штук. Это со скидкой 20%. 35 гривен написано. 38 гривен розничная. Ага, ага, ага. Большие банки в три раза дороже. О, так это еще и будут у нас такие хорошие подарочки. Давайте, давайте, пока растворяется. Складывайте мне пакетики. Так сумку побольше давай. А мне пакета с собой сегодня нет, вы первые у меня. Я к вам первым пришла. И помимо вот этой фишки, еще фишка в том, что у вас же производство Украина, так ведь? В Украине производят. То есть, ваш продукт. Я тоже считаю, что это фишка. Собственно, что и требовалось доказать. Прошло совсем немножко времени, ну, пару минут буквально. И вы уже видите активную работу этого бойла. Это около 80-80% поднимается вверх, и 10-15% опускается вниз в округе насадки. Вот сейчас, получается, в Украине аналогов нет этому? Аналогов нет в мире. Мы искали в мире рассоримые попапы, нашли, если ковидов, но они оказались далеко не рассоримые. Ну, в том понимании... Далеко не рассоримые, да? Они не вареные у них, но рассоряются они... Оно прямо на глазах. Через несколько часов становится немножко со слизью. Прямо на глазах облако меняется. Вот тут, я так понимаю, что это вы утро закинули, да? Что-то там... Ну, это вы сегодня закинули вот эти. Сегодня, конечно. Ага, ага, быстро, быстро. Интересная работа. Классный продукт. А вот дочка Настя консультирует тут юного нашего рыбака. Или это вы хотите подарить? Подарить. Подарить? Молодцы, я тоже так делаю. Сейчас угадывает запад, забирай. Смотри, ты как, а? Покажите мне подарили. Класс, спасибо вам. А теперь моя очередь. Все, собираем подарки. Сождаем место. Ваш папа там что-то разошелся, смотрите. А он как всегда. Так, все, все. Сейчас обычный был папу. Доксируйте. Класс. С будущим праздником. Ой, спасибо большое вам. Спасибо, очень приятно. Вчера мы 7-7. Девочки, поздравляли здесь. А я 9 марта получаю поздравления. Ребята, есть что вам подарить, а я побежала дальше. И вот здесь сразу рядом Днепро Свинец. Днепро Свинец это один тоже из тех брендов, которые вы просили вам показать. Вот. Я знаю, что в этом году у вас есть новинки, и вы мне должны о них рассказать. Расскажу. Новинками у нас самыми основными. Это у нас штопор, который мы сделали из нержавеющей фурнитуры с застежкой американкой. Да. От 5 до 80 грамм. Вот так вот. В нескольких уже цветах, да. Есть черный, зеленый и просто свинцовый. Так, хорошо. А можно, я только не поняла, почему вот, в чем фишка этого грузика? Я так поняла, что это вот... Скажем так, несколько нюансов. Во-первых, это камуфляжный цвет, хорошо скрывает в воде. Ну, а также мы не засоряем водоемы наши, он не окисляется. И даже если мы обрываем, мы не загрязняем окружающую среду. А именно штопор, это просто такой вот монтаж, да? Совершенно верно, куда одевается силиконовая приманка, накручивается. Вот так, сюда на него. Все, наконец-то я поняла. Я, что-то, такого еще не видела. Это же новинка. Я вот хожу, хожу, смотрю. Вот таким образом накручивается силиконка. После чего вставляется сюда тройничок. И таким образом у нас получается готовый монтаж. Это удобно, быстрее. И после того, как рыба плюет, как правило, это силиконка вылетает из пасти и болтается где-то рядом. Тем самым она не рвется, тем самым она долго живет на этом монтаже. Этот монтаж тем и интересен, что очень долго живет силикон. И самое главное, что на тройнике, как мы знаем, рыба держится гораздо лучше. Да, да, совершенно верно. И это еще не все. Это еще не все. Также есть вот такой вот прекрасный башмачок. Он напоминает форму башмачка. Да, действительно. Да, с такой кликсой с застежкой удобный. Двойник, либо одинарный крючок можно туда одевать. Это японский грузило, который был адаптирован, скажем так, под наши условия. То есть сюда была фурнитура использована чуть жестче, чуть толще для того, чтобы разрывную нагрузку увеличить. И она составляет сейчас порядка 15 килограмм. А стоп, я думала, что это не башмачок уже, да? Нет, это проходимец. Все, я смотрю, думала... Это легендарный проходимец. Все, я думаю, его уже знают. Да, проходимец, да, это уже такая известная фишка. И я знаю, что у вас еще есть одна новинка огромная. Вот она. Да, это джиг-головка. Для любителей супер больших рыб и супер больших приманок. Вот она. Смотрите как. Моя рука, приманка, джиг-головка с таким большим, большущим ручком. Ну, вот, можно чуть меньше, чтобы Катя в руку помещалась. Мне не поместилось все равно. Не то в руку не помещается. Вот так, ребята. Для супер большого джига. Вот таким оригинальным, хорошим, заводским, мощным крючком, который выдержит любого трофея. И самый главный вопрос. Сколько стоит? Выставочная цена одной штуки 25 гривен. На самом деле, очень гуманная стоимость за подобную джиг-головку. Ну, я согласна. Сам свинец, там, это же... Тут, мне кажется, это же больше за материал. Плачу стоимость, в зависимости от веса. Но не выставочная будет процентов на 20 дороже, верно? Я думаю, даже меньше. Я думаю, даже меньше. На самом деле, так, чтобы она была доступна всем. Я думаю, с конца уже месяца они уже поступят в продажу в блистерах по три штуки. И в разных развесах. А теперь самый-самый-самый важный вопрос. Подарочки. Для моих подписчиков. Для подписчиков. Обязательно, Катенька. Для ваших подписчиков. Я сейчас подберу несколько... Еще, еще... О-о-о-о, там пошло. Так, что мы еще совместно наладили производство силиконовых приманок. Ага. От компании BigFish и Днепрошлинец. Отлично. И вашим подписчикам мы дадим... Сразу грузики, сразу приманки. Совершенно верно. И в недалеком, я думаю, в будущем, будут еще крючки для того, чтобы был полноценный, полный уже монтаж. Отлично. Супер. Большое спасибо вам. И до скорых встреч. Спасибо, Катенька и Иван. Ребята, мне начинает это нравиться. Я бы все время гуляла по выставкам, собирала подарки. Ребята, вы знаете, ведут, а мне должен денег уже много. Посмотрите. Все, что у нас не богатые. Я опять прошла мимо, опять себе вот тут вот намотила такой прикид, как минимум на сегодня. Новая ткань, женская джерси. Хорошо быть девочкой, да, скажите? А стенд Zemax цветет и пахнет. Насобирала я вот такое вот количество букетов. Мне очень и очень приятно. Дорожка завела меня на стенд Salma Group. Здесь есть Salma, Norfin, Lucky John. Самое главное, что здесь есть Дмитрий Корзенков и Норманд Грабовский. Сейчас я вас с ними познакомлю. Если вдруг вы еще не знаете, кто это. С вами Дмитрий Корзенков. Многократный, десятикратный чемпион мира. Да. Где-то так. Плюс-минус сам сбился, да, Жидим? Есть классные удочки и бюджетные. Где вы сейчас расскажете? Да, новинка этого сезона от компании Salma. Это удилища Lucky John VanRex, которые представлены широкой линейкой. Есть микроджиговая серия, спиннинговая универсальная серия, серия джиг, твич и байткаст. Ну, давай будем смотреть? Да, конечно. Так. Вот они. Да, вот они пошли. Микроджиг до 9 грамм. Двух глина. Ага. Да. Ну, оснащение тоже прикольное. В принципе, фурнитура вся качественная. При этом цена весьма приемлемая. В районе тысячи гривен. О, вообще, это отлично. Я считаю, самое главное, это, чтобы была хорошее качество и доступная цена при нашем нынешних условиях на рынке. Отлично. А ты принимал участие в этих разработках? Нет, именно конкретно по этим спиннингам это литвийские эксперты их придумали. Да, я как бы не участвовал в разработке. Но сейчас у меня в пользовании вот этой микроджиговой серии я уже выезжал пару раз на рыбалку. То есть уже штук 30 щук поймал на ней. О, класс, слушай. Да, ну, работал таким, скажем, где-то 4-5 грамм до 7 грамм. Отлично. Отрабатывает. Отлично. Вообще. Это норма, да. Но ты не рассказывал про фидер. Про фидер. Идем, покажем его. Был два дня у нас. Он уехал, да? Уехал, да. О, я не успела его достать, очень жаль. Да, вот фидера, фидер концепт. Ну, это у нас вообще новое направление в деятельности фирмы Салма. Это фидерное направление, фидер концепт, в котором сейчас у нас представлено две модели. Это турнаймент ривер с тестом до 90 грамм и до 130 грамм. И фидер концепт дистанции до 100 грамм и до 130 грамм. Вот этот как раз тот фидер, который норма ты разработал, правильно? Да, да, вот же его фамилия на бланке. Да, то есть этот фидер, там есть в ютубе ролик, как его тестировали, поднимали им 18 килограмм. 18 килограмм? 18 килограмм поднимали. Обалдеть. Забрасывали 100 граммовым тестом до 500 грамм. До 500 грамм забрасывали силовым запросом. И так и не смогли сломать. Класс. Выдержал. Круто, такой конкретный краш-тест. К этому фидеру мне ставили катушечка новая. Это фидер концепт пилот. Тоже в таких вот корпоративных цветах. Класс. Красиво, слушай. Где-то стоит полторы тысячи. А фидер сколько стоит? Фидер около трех. Ага, да, да. Средняя получается цена, но если такой комплект брать, то это так нормальная цена и хорошее качество получается, да? Приемлемо. А есть еще вот такие сандалии, они вообще стоят 800 гривен. Вот эта фишка крутая. 800 гривен хорошая цена, закатственная обувь, то что надо. Ботинки, не помнишь цену? Ботинки 100 долларов стоят. 100 долларов, да. Есть еще забродные вот такие вот, два варианта тоже. Ничего себе мощные такие. Ну это одевается поверх костюма забродного, мембранного. И вот эта вот подошва, она считается для каменистого дна самая лучшая, она не скользит на камнях. А, я поняла, она даже как будто вот как тканевая здесь такая. Да. Интересно. Вот здесь еще много всего интересного, мы обо всем не расскажем. Ну конечно. Спасибо большое, что уделили у нас столько времени, мне очень приятно. О, не, не конфеты. Спасибо. И до встречи. Счастливо. Ребятки, еще один стенд по вашим заявкам Pishing Stock. Это было в комментариях, я искала-искала, но меня нашли сами. И привели туда куда надо. Сейчас все покажем. Каждую выставку меня умиляют эти девочки, которые стоят здесь в миске воды, рекламируя вот эти вот водонепроницаемые носочки. У пацанов тут столько новинок на самом деле, но я попросила самую крутую фишку, поэтому жду. Ведение самое длинное среди всех Yamaha. Yamaha это бренд такой, да? Yamaha Blanks. Yamaha Blanks. Ага. Япония. Тарзайтовые кольца, 93 длина до 21 грамма. Я сегодня ей ловил. А, ты должен стал на рыбалке побывать? Да, на белых камнях. Вот это удилище Жерехово-береговое. Ну, оно меня поразило. Я не знаю, что меня сильнее может удивить на выставке. Даже вот сегодня мы сделали фото прямо на водоеме с утра. Жду, жду. Фотку как будешь? Да, да, да. И там ты можешь взять ее в руку и сказать вес. Вот ты как думаешь? С такой длиной беженый. Блин, ну я не знаю. Вообще он лягусенький, но я не знаю. И вот 100 грамм. 100 грамм? В длине 280 почти. Обалдеть, это очень, это очень мало. Слушай, а нужно, наверное, фото. Подожди, сейчас фокус. На эту удилище сегодня с утра, 2 часа назад. Класс. И вот цена? Не детская цена, но это на сегодня в мире лучший вообще пруд на жерех. Ага. Ну так скажи, сколько там, примерно 100-200 долларов, 300, 500. Примерно 300 долларов. То есть для спортсменов, для профессионалов, для тех людей. 300-400 примерно. Ага, те, кто уже умеют ловить, нужно... Не, ну торзать, торзать, на сегодня это лучшее. Вы видите, какая вставка тонкая? Сейчас, фокус. Горбит кремня не угадывает. Это тише, легче. Никаких паразитных колебаний у удилища. Класс. Да, фишечка, фишечка. Но погнали дальше, это же не все? Нет, у нас еще есть воблерки. И я бы сказал, что одна фишка среди воблерок есть. Идем. Сардины. Вот это вот новая фишка этого сезона. Он очень похож чем-то на реренч, вот этот воблер. Да, но ценой не похож. Ценой не похож. 155 гривен, это его розница, да? Да, и вот еще ареренч стоит 650 гривен. Это тоже новиночка, ратлин, 21 грамм. Значит, я хочу своим тогда подписчикам отжать у вас хороший воблерочек. Давай, самый лучший мне. Смотрите, у каждого свои предпочтения компания Фишнстон может выслать на выбор вашему подписчику любой воблер мегабайт. На выбор. На выбор любой? Да, на сайте Фишнстон выбирает, мы вышли. Отлично, хорошо. Тогда я сейчас еще понаглею и отожму себе. Хорошо. Класс. Вот этот хочу. Без проблем. Вот этот хочу. Это мне. А вам, ребятки, любой на выбор абсолютно из магазина Фишнстон. Спасибо большое. Спасибо большое. Фишнстон сегодня пережил изменения. Теперь у него на двух глазах по наклейке. Вот такую щуку Максим поймал. Я тоже хочу. Маленькое отступление. В комментариях видела записи и мне приходили сообщения о том, что вы не попадаете на выставку, а хотите помочь благотворительному фонду, благотворительному стенду. И как это сделать. Я не могу заняться этими заказами, но может моя мама. Именно моя мама здесь работает. Вот она, Оксана Владимировна. Я сейчас оставлю под этим видео контакты. 098 42 55 222. Позвоните ей и говорите, что вы хотите что-то приобрести со стенда в счет благотворительности. А она уже с вами там договорится, как вам что отправить. Так ведь? Хорошо. Да. Да. Всех с днем. Спасибо большое. Вот. Так что вот так это и решим. Телефон продублирую вниз. Ребята, я пришла на стенд Сисимур. Сейчас нам расскажут самые крутые фишки. Ну, начнем с того, что Сисимур это уже крутая фишка, да? Да. Но есть по-любому что-то особенное. В этом году они выпустили новинку, Orson Special, классный ликвид, вот такого фруктового аромата. Очень рекомендуют его по холодной воде. Вообще, много этих спортсменов используют именно Сисимур. Я знаю вообще, ну, большинство просто, самых крутых спортсменов всего мира. Потому что производство где? В Англии. В Англии. Непосредственно разрабатывается и производится продукция. Это лучшие бойлы, лучший пелец. Короче, это топ того, что сейчас есть на рынке. Выкористовывают они одни из наиболее ингредиентов. Они этим и славлятся, да? Что они не делают неякечно. Они делают заводи все якечно. И у них нет подделок. Подделки делают на них. И я думаю, что много я рассказываю здесь, могу не рассказывать. Я пришла отжать подарки для своих подписчиков. Поэтому жду. Как? Выбирайте. Выбирайте самой? Да. Можем линиючку сработать. Например, лайф-систем. С бустером. Давай. Класс. Супер. Давай. Сейчас мне еще нужен будет кулечек. Ребята, смотрите, какой царский подгон. Кому-то достанется. Вот это, вот это да. Чтобы вы понимали, только бойлы. Ну, продукция эта дорогая, сами видите. Но она того стоит. Это очень крутая и качественная продукция. Пока мне несут пакетик, я отсюда не ухожу. Помимо Сисимура, который наконец-то можно нормально, официально покупать. Не какой-то левозавезенный. А действительно, официальный продукт. Есть еще очень крутая, тоже из Англии, продукция. Это одежда, которая называется трекер. Или трекер. Правильно, трекер или трекер? Одежда. Трекер, да? Да. Трекер или трекер. Сейчас в двух словах расскажу, покажу. Это офигенная по качеству одежда. И при этом цена не супер низкая, но нормальная. Еще подарочек будет с трекером. Блин, ну я только подарочек хочу себе. Но это очень крутая кепка. Я не хочу никому отдавать. Так, я, значит, буду супер наглой. Этот подарок будет мне. Да. Но я возьму еще и подписчикам. А подписчикам мы возьмем. А ну выбирай, либо давай такую же кепку, либо футболку. Давай футболку. Футболку и важно будет вгадать, может быть его подписчиком. Да, размер. Размер. Давай еще одну кепку. Вот я вижу, прям затрону ее. Давай. Класс. Вот это я зашла на стенд. Блин, ребята, это супер круто. Спасибо огромное. Но мы за продукцию ничего не сказали. Расскажи пару слов буквально. Например, эта куртка. Она такая одна из самых популярных. Она может использоваться в системе из той куртки, которая не промыкаем. Ага. Как бы получается, как бы вот на куртка из двух курток. Ага. Ну, типа, когда нормальная погода и дождливая. Да, и дождливая погода. Да. И есть костюмы. Скажи просто в цену этой куртки. 2300 гривен. 2300 гривен. То есть, ребят, за это качество у других производителей гораздо более высокая стоимость. Вот эта куртка мне понравилась особенно. Она стильная, она красивая. И сколько она стоит? 2600 гривен. То есть, ну, вы поняли. Вот так удачно я зашла на стенд Сисимур и Тракер. Получила классные подарки для своих подписчиков и для себя в том числе. И, ребята, я с вами не прощаюсь. Я говорю вам до свидания. Еще один пакет мало? Круто, круто. Вы знаете, завтра я вернусь на этот стенд, но в другую его сторону. Так как здесь еще есть одна очень достойная продукция компании CarpZoom. Для того, чтобы вам было интересно и не все в кучу, CarpZoom буду снимать и рассказывать завтра. Из CarpZoom тоже еще возьму подарочков. Спасибо. Пока, ребята. Вот она, эта джерси, которая сейчас на мне. Это новая разработка ведуты. Это просто, ну, такой космос. Я вам передать не могу. Мне настолько в ней комфортно и офигенно. Ну, кепка, кстати, вон с ценником. А, я хожу с ценником, смотри. Ха-ха-ха. Вот. Ничего страшного, это исправимо. Ведута, вот реально, я уже сказала, он со мной за рекламу не рассчитается. Потому что в комментариях вы меня завалили. Проще всего его найти в Инстаграме. Так и пишите Андрей Ведута. И там есть магазин. Я припиралась в магазин Берег, где есть новинка по Дайве. Сейчас Дима Галыш нам расскажет, да? Обязательно. Здрасте всем. Самая ожидаемая новинка от Дайвы. Новинка 19-го года. Дайва Сердейт. Катушка абсолютно, видать, изменилась по материалам. Она стала, самое главное, легче. Потому как в Дайва Сердейт это всегда было тяжело по весу. Очень легкая правда. Да, это 3000 грамм, весит 210 грамм. Что изменилось? Изменилась штуля, ее выточили. Корпус монокон, то есть цельный кусок металла. Соответственно, это приказывает попадению пыли, влаги и грязи. Стиль вообще офигенно. Дизайн супер. Выглядит аналитично. А как она крутится? Здорого. Крутится она очень приятная. А ты на? Так что на цену спрашивают, цена? Цена 15 тысяч гривен. Цена тоже соответствует? Ну, соответствует классу катушки, да. Корпус остался в металле неизменный, это алюминий. И самое главное, что произошло, изменилось сердце катушки, ее главная пара. Зубья ведущей пары стали в два раза шире. Соответственно, можно смело сказать, что катушка стала в два раза надежнее и мощнее. Она офигенна. Спасибо, Дима, большое. Но это не все. А моим подписчикам я собираю подарки. Так что много зимберек мне должен. Что-то прикольное. Да, да, да. Я знаю, что прикольное. Дима, это мой любимый. Мама. Да. Если что-то есть, ну, дима. Дайва. Дайва. Я таким ловил. Мы, компания Берек, презентуют шнур народный. Дайва G-Braid. Класс. Всем рекомендую. Сам ловлю. Все держат, все ловят. Супер. Спасибо. Ребята, отличный подгон. Дима, благодарю. Очень было приятно. У вас помывать на стенде. Мы пошли дальше. Я тут встретила одну очень известную личность. Юра, не прячься. Покажи с людям. Юрий Вознюк. Вы все знаете, у Юры есть его канал. Он снимает интересные видео и пишет самые интересные отчеты на фейсбуке. Всем караторам. Я не только на фейсбуке, еще на профильных форумах. Ну, короче, это уровень. Решает вопрос. Меня взяли и отвезли. Меня везут, ведут, везут куда-то. Куда-то веду. Куда-то. А ну-ка, что ты тут придумала? Как что я придумал? Я тебе придумал. Нашу фирменную. Класс. Нет. До сих пор. У меня до сих пор нет фирменной кепки от телеканала Трофей. Да. Теперь? Теперь она есть. Конечно, батарейки. Ты что? А, с батарейками. Да. Так это вот эта фирма, то, что там с фонариком. Блин. А я собираю, понимаешь, подписчикам подарки. А такой подарок опять теперь не хочется отдавать. Что делать? Ну, не отдашь. Все. Это только тебе. Я согласна. Ребята, без обид. Без обид. Но такой кипарь. Ну да. Смотри, где тут какая система. Да. Что это? Фирменные кепки. Тут батарейки вставим. Так, здесь у нас минус. Ага, две даже батарейки, да? Да. Да. Сейчас, 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 куда подожди. Здесь, да. Это открывашка для пива? Для кока-колы, да. Для кока-колы? Смотрите, как. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Так, ну, так, сейчас, погоди. Короче, а подарок работает или нет? Конечно. Так его включать, но почему не жми? Вот, вот, смотри, вот кнопочка. Да, под этим, ребят, под козырьком, смотрите, как оно светит. Прям при белом. Смотри, какая фото, Катя. Ох, класс. Смотрите, как, а? Раз, выучила, раз, свою околку открыла. Ну, короче, вообще, вот это именно. Слушай, ну, спасибо тебе. Это супер-пусой. Вчера цветы, сегодня кепка. Мне нравится это выставка. Что, смотри, не нравится, не нравится, как-то видит. Спасибо большое. Все, носи, но этот цвет. Я никому не отдам. Немного я тут замешкалась, походила, наконец-то пообщалась с ими дорогими всякими разными знакомыми, за кем скучала все это время и мечтала просто увидеться на выставке. Или смула случайно на 3кбейт. Вот мне писали в комментариях, я думаю, что это что-то такое, я не могу вспомнить. Это знакомая, но не могу вспомнить. А это вот такие вот прикольные всякие рыбы, игрушечные. Рыбу, я помню, с прошлого года. А ну, пожалуйста, можно? Возьми, пожалуйста, камеру. Я возьму рыбу. Эх, чтобы люди вообще понимали размеры вот этой рыбы. Вот такая игрушка. Соропатку берешь и спишь. Ох, у нас тут тепло. Ой, привет. Наслезаю. Можно укрес? Вы прям... Засъем кресло еще дать, да? Кресло нет, я просто шла-шла-шла, и, кажется, пирожок нашла. А тут такая вот... А это не пирожок. Она больше тебя. В этом году откуда появилась, да? Смотри. В онлайне. Огром. Не-не, это не онлайн, это я для Ютуба снимаю. Ничего себе. Капец. Надо будет, чтобы вы мне фото сделали большой. Щука уже ушла, в смысле? А, большая была. Ничего себе. Блин, а сколько же стоят эти штучки? Четыре. Четыре двести карп, да? Ну, карпы. Все. Большие, да? А начинается там минимально от скинки? Двести восемь, все, но такие вот маленькие. Ага. Я уже вижу, что я сейчас у вас отожму на подарки своим подписчикам. У вас выбора просто нету. Все на видео запечатлено. Выбираем подарки вам, ребята. Ну, давайте, что-то прикольное. Я думаю, щуку можно вот такую дать на розы. Да, да, да. Отлично. Смотрите, ребята, кому-то такая бац, чучка ей достанется. Спасибо. С вами приятно иметь дело. Спасибо. И до свидания. О, лисенок. Маленькая юная рыбачка. Ребята, а стенд компании Перчик всегда гостеприимен. Тут есть еда, тут есть кока-кола с румом. И тут есть одни из самых прикольных и абсолютно недорогих приманок. Мне вчера пацаны надавали подарков. Я не снимала, но я тоже обязательно их буду разыгрывать. Пачка силикона стоит в среднем... 25-30 гривен, ребят. Ну, это вот, я считаю... Я считаю, что это тоже фишка определенная и очень такая ценная. Ребята из компании Лерой меня тут на выставке зацепили и говорят, Катя, тебе надо к нам. И я пришла. Привет, пацаны. Привет. Приветики. Ну, мне нужна самая вообще фишка-фишка ваша. Давайте. Ой, так ну... Ну, это самая фишка. Начинаем. Лерой D5. Я спрашиваю, у вас производство Украина? Украина-Запорожье. Сами производим. Все полностью от начала и до конца. Это сумочка для... Это сумочка для рыбалки. Крючки сюда. Сюда инструменты. Ага. Сюда лески. Сюда поводочница с помбы, маркера. Ага. Сюда леска и так далее. Ага. Это такая мульти-мультифункциональная. На сверхфункциональная. О, что тут? Это даже пуль, наверное. Сюда я ложу кормушки, груза. Оно оранжевое. Все видно. Ну да. И ночью даже видно. Да. Сюда какой-то инструмент. Переродки перемещаются. Отлично. Сколько стоит чудо? Чудо на выставке стоит 970. Ага. А так вообще чуть-чуть дороже. Ну, вы знаете, я люблю, когда украинское производство. Я смотрю, ребят, качество здесь хорошее. Соответственно, цена... Ну, прилично поменьше, чем у разных, скажем так, именитых брендов. А мне вот очень нравится, вот нравится у вас. Тут такая сумочка прикольная, новинка написана. Это что, для девочек? Такая расцветка. Для мальчиков. Вот это для девочек, это для мальчиков. А что там, для чего? Тоже функциональная. Для спиннинговой рыбалки. Вот сюда спиннинг, чтобы руки были свободные. Сюда путылочку с чаем, с суком. Прикольно. Она куда одевается? Она на пояс пристёгливается. Мне нравится. Классно. А сколько стоит? Там в комплекте 2. Шикарный подгон. Для патронов, например. Покотники так считают. Пацаны, молодцы. Ну, я вас поздравляю. Очень приятно, что Украина. Очень приятно, что делаете. И очень приятно, что вы такие приятные. Поэтому до встречи. Будет сегодня супер длинное видео. Наверное, самое длинное на моём канале. Я опять с новым пакетом. Прошлые пакеты подарков уже оставила у себя на стенде, так как сложно с ними ходить постоянно. И это ещё не всё. Сейчас ищу Акрополис. Уже вошла всю выставку. Почему-то не могу их найти. Но вы просили, а я, значит, ищу. Димон Бублик помог мне найти стенд Акрополис. Наконец-то я сюда пришла. Спасибо тебе большое. Они теперь должны тебе могорыть. Спасибо. Короче, ребята, ходила я, ходила. Искала я, искала этот ваш Акрополис. Нашла, а они не хотят сниматься. Ну, вот так. Ну, вот так. Поэтому, вы обочайте. Видео с Акрополиса не будет. На закуску я оставила кое-что очень интересное. Пришла на стенд Карпро. И вот обратила внимание на такие мелочи. Очень интересно. Очень прикольно. Сразу вот вызывается такое ощущение, что это фирма-фирма. Смотрите, качество изделий очень классное. Красивый стенд, конечно же. На палатках тоже вот такие есть. Нашивки. И задавать вопросы я буду никому иному, как всеми известному Игорю Чернову. Сейчас Игорь ослаба. Дица. И мы будем с ним общаться. Хочу сказать одну немаловажную информацию, что именно компания Карпро была одной из генеральных спонсоров сборной Украины по карфишингу. Вы это знаете. Я там снимала прямые эфиры. Вопрос к тебе, как разработчику, да? И это реально самому главному Карпро. Ну, у нас компания, так сказать, мы тут как бы с Максимом, хочу сказать, вдвоем. Просто я вижу лицо, лицо твое, вон там, соответствующий улыбок. Здравствуйте, всем здравствуйте. Игорь, у нас сегодня такой, я понимаю, новинок у Карпро немерено, как всегда. Но нужна, знаешь, такие самые классные фишки, чтобы ты рассказал, что самое офигенное. Ну, во-первых, у нас есть несколько удилищ новых, которые есть небольшой интересы и рыбаковых спортсменов. То есть это удочки, которые рассчитаны больше под дальний заброс, так сказать, уже под спорт. Потом есть расход, который компактом помещается в дубус. Так, давай, значит, будем по очереди подходить и смотреть. Можем начать с удочкой, если есть... Есть и первое время, есть. Люди уже, как бы, знакомы с удилищем РЭМ. Ничего себе, это такая мощная тут ручка, мощный катушкодержатель. Это японский материал ТРА карбон. Вот такой вот логотипчик имеет РЭМ. 12,9 и 12,4 и 6 унций тест. Ого, какие кольца, слушай. Кольца увеличенного размера и... Не надо то, что кольца ровные, тюльпантом идет антизахлестная конструкция. Ага, ага. Вот. Палка сделана из ванки и карбона и финиш тоже ванки и карбон. То есть это очень, так сказать, высокомодульный карбон и, скажем, имеет очень быстрый строй. Слушай, Игорь, дорогая? Катушкодержатель АльПС американский. Ага. Удочка стоит под 8 тысяч. О, это уже премиум, да. Но здесь материалы, как бы, это премиум сегмент, так сказать. Следующая палка, самая свежая, которая пришла, идет с увеличенным и с расширенным хватом. Вот можно даже сравнить вот длину рукоятки здесь и здесь. Да, 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 вижу. Катушкодержатель Фуджи. Вот. Следователь, а я когда слышала Фуджи, понимаю, что это тоже спортивного класса удилища. Здесь идет декоративный ванки-карбон вокруг рукояти. Саму удочку, сам бланк мы оставили, сделали, скажем так, в классическом таком стиле и под лаком. Кольца, кстати, в луче серии К-серии, антизахлестные. А вот, это сколько там диаметра? 50-е. Да, это, кстати, у меня вот даже в магазине, я как человек, который продает товары, знаю, что это люди спрашивают очень часто, хотят большие, именно 50-ти миллиметровые кольца. Ну, скажем так, в принципе, разница в дальности заброса, она все-таки есть, но дело в том, что не все ее, как бы... Не все умеют этим пользоваться? Да, они все умеют пользоваться, как бы, но на самом деле, как бы, 40-50-е кольцо, то есть, как бы, там, плюс-минус 10-15 метров, но иногда они тоже, как бы, важны, то есть, ну, скажем так, при любой хорошей технике, то есть, можно кинуть и 40-м кольцом, ну, очень далеко. Как бы, здесь, как бы, большая техника, бланк имеет такой быстрый строй, то есть, очень хорошо восстанавливается, немножечко мягче, то есть, хлыст, кончик удилища, чем у урана, но, тем не менее, это испросковая палка. Слушай, цена, я так понимаю, тоже, да, там у него? 6-489. Я всегда сразу узнаю цену, но, понятно, да, чтобы люди понимали? Да, 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 да. И следующее идет наша линеечка эскол, здесь идет две удочки. Эскол, подожди, это не да, которые сборная ловила? Эскол, не-не, сборная ловила на Кратос, и вот они здесь стоят. Ага, надо больше тоже показать, да? Здесь идет материал 3К-карбон и покрытие тоже 3К-карбон. Вообще такой необычный, как у него принт. 13 футов 3,75 LB, вот такой вот красивенький логотипчик. Да, и катушка-держатель очень необычный вообще. Катушка-держатель Fuji со вставкой карбоновой и есть слот под изотоп. А объясни, блондинке же такой изотоп. Изотоп это так называемый вечный светлячок, то есть, химический, как бы, химического, как бы, происхождения, который, там, ну, имеет долгое время, там, так сказать, эксплуатации и использования, там, его можно сюда вклеивать. Интересно. Да, то есть, кольца могут быть ровные, то есть, никаких с ним проблем нет, но тюльпан, как бы, должен быть максимально, скажем так, незацепистым. Судя по вашей продукции, могу сказать точно, я как человек, который продает, да, много статей, что вы слушаете замечания, может, пожелания своих покупателей, потому что это именно то, что люди спрашивают, когда приходят в магазин, хочу большое кольцо, хочу антизаклестный тюльпан, но это очень здорово, что вы это делаете. Да, ну, смотри, тут у нас с Максом еще и хватает немножечко, как бы, и своего, как бы, и опыта тоже. Ну, да. Ну, то есть, как бы, уже столько всего перепробовали, и сколько уже всего, как бы, то есть, это то есть еще основание и на опыте тоже немножечко. Покажем Максима, героев даже взять в лицо, да, с клиентами, Максим Лец. То есть, скажем так, моменты, ну, как бы, я считаю, это элементарная вещь, которую должен знать, понимать, то есть, как бы, там, человек, который, там, относится к производству какой-то той или иной продукции, потому что, ну, вот эти нюансы, как бы, они ключевые. Да, безусловно. В эту линейку входит еще Пацак. Пацак? Да, он интересен, во-первых, тем, что сделан тот, из того же материала, как у удочки. Да, слушай, так это, наверное, очень дорого, такое производство делать. Ну, это топовая линейка, и здесь используются, то есть, хорошие материалы, как бы, и, то есть, естественно, как бы, соответственно, цена тоже немножко, как бы, выше, но в любом случае, то есть, как бы, есть у нас такой продукт, значит, здесь вот идут две неприемленные такие вот ручки, то есть, при подсачивании рыбы, иногда бывает рукоять мешает, либо напарник, либо родпод, это все можно, вот, отсоединить и произвести, произвести, так сказать, все манипуляции с рыбой, как говорится, уже на мате, да? Да, 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 кстати, это отличная филька. На мат положили, все там, как бы, с них сделали, отпустили, и тогда уже можно опять... У меня даже был один подсак, который был поломанный по причине того, что вот, началась путанина, одна поклевка, другая поклевка, подсак, на подсак наступили в итоге возле мата, а так бы отсоединили и продолжили освобождать рыбу. Ключевой, как говорится, особенностью здесь вот идут следующие материалы. Блок для усов, он из нержавейки, и наконечники усов тоже, которые вставляются сюда, они тоже из нержавейки. Усы карбоновые и усиленные вот в этом месте, если видно, да? Да, 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 вместо слома самое обычное. И тоже рисунок такой же, как у основного бланка у Дилича. Да, да. То есть это 42-я голова. Круто! Крутая вещь. То есть, если вы посмотрите, очень качественно сделано, то есть... Да, я визу визу. Ну, реально, то есть, как бы, это немножко совсем другой уровень. Вот. Ну, спортсмены любят стоп. Да, ну, как бы... Сколько стоит, Игорь? Такая подсака стоит 5400. 5400. Она не дешевая, но она, то есть, легенькая и очень мощная. Здесь рукоять очень жесткая. Если вот, вот, можно просто понажимать, то есть, она, как бы, очень такая... Рыбу сыграть легко. Она легкая. Ну, универсальная вещь, я согласна. Это крутая фишка. Есть свингер необычный. Да, свингер новой конструкции у нас с быстросъемом. Сейчас я поверну вот сюда, чтобы было видно. Да. Вот так вот он демонтируется. И вот мы его вам покажем. Да, и у него можно выбрать... Ланга, которая, да, там регулирует, можно регулировать натяжение лески независимо, куда вы забросили, ну, как говорится, зависит от того, насколько вы далеко забросили. Ага. Тогда можно подвинуть его ближе сюда головки. Если близко, то есть, соответственно, можно облегчить. То есть, ну, это, как говорится, настраивается индикацией этой поклевки. Этот свингер чем интересен? Здесь идет магнитная система шариков. Вот внутри. Ага. И можно выбрать любой цвет, который нравится рыболову. Прикольно. Вот эта фишка тоже классная. Да. И кнопочка есть. Ты знаешь, Игорь, я поняла, что у вас тут можно вообще отдельное видео про весь стенд снимать. У вас столько всего нового. Но вы, конечно, молодцы. Команда у вас работает. Как больная на голову вообще. Просто без остановки. Я не знаю, сколько надо заработать, чтобы столько новинок придумывать ежегодно. Иногда некогда поехать. Но ничего. Ты знаешь, что я сейчас буду делать? Я сейчас буду у тебя отжимать подарок подписчикам. Я на канале разыгрываю с каждого стенда какой-то подарок. Вот, ау, в эту палатку. Подумай, что бы ты хотел. Ты можешь кепку мне дать. Ты можешь, не знаю, какую-то полезную вещь. Подписчикам. Подписчикам, да. Что тебя не жалко? Максим, Максим, Максим отучился. Свингер, точно. О, хороший подарок. Поздоровителька 2019 года. Свингер под названием Баррель. У нас, кстати, еще в подарках у меня свингеров нет. Отлично. Супер. Он тоже идет с быстросъемом. Ага. В нем тоже есть светонемод. И тоже есть система подпруженивания шариками, которая позволяет отрегулировать его под нужный диаметр лески. Супер. Ура. Пожалуйста, в казну. В казну. Так там уже есть немножко. Там уже, ребята, это мой уже четвертый пакет за день. Я подписчиков своих балую конкретно. Спасибо вам большое. Игорь, было наконец-то приятно познакомиться. Абсолютно заимно. Максим, аналогично. Наконец-то увиделись. Есть еще много новинок, но это... Я уверена, просто... Я не знаю, мне надо на вас отдельно сниматься. Мы так быстро работаем, что не успевает камера снимать. Я не успеваю. Вот реально. На ни одном стенде не было столько прикольных интересных моментов. Там появилось уже свежее. Уже в коробке лежит новая. Клин, вы еще и супер позитивные, ребята. Спасибо. Я рада, что я с вами знакома. И мы вам все покажем. Еще у вас есть немножко времени сегодня и завтра прийти. Тут, кстати, эти вот фишки брендированные вообще меня поразили. Вот это вот. Ну, блин, ребят, до мелочей. До мелочей. Вы просто, ну, вы монстры. Сингера у нас идут тоже в таких же кейсах. Обалдеть. Прорезиненные. Ну, смотрите. Фирма, фирма. Вот эти сингера. Красота. Красота. Супер. Теперь я пойду это все дело монтировать. Пока. Ребята, получился у меня сегодня рыбный день по подаркам. Посмотрите, сколько всего я сегодня вам насобирала. Вот и вот. А это еще пакет со вчера. И это еще не все. У меня еще есть завтра день. И уже завтра я анонсирую конкурс. А пока что. Ставьте лайк этому видео. Подписывайтесь на мой канал. И не забывайте комментировать. Всем спасибо. И до завтра. Пока. Пока. Пока.